Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим вопрос, сколько времени дождь лил на землю, сколько времени был потоп. В чем мы видим сложность? 7 глава книги Бытия, 12 стих, сказано «И лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей». И в то же время 8 глава, 3 стих, сказано «Вода же постепенно возвращалась с земли и стала убывать вода по окончании 150 дней». То есть по прошествии 150 дней как бы вода перестала пребывать, она стала убывать. Так сколько же длился потоп? Посмотрим, что пишут «Экзегеты». «Дождь прекратился через 40 дней, то есть на 27-й день третьего месяца». Бытие 7, 12. «Но вода продолжала пребывать еще 110 дней и достигла наивысшего уровня через 150 дней». Стих 24. «Ковчег в это время остановился над вершиной горы Арарата». 8 глава, 4 стих. «В течение 150 дней вода спадала», стих 3, 8 главы. «Тем временем наступил 12 месяц, 17-й его день. Еще через 2 месяца и 10 дней Ной и его семья покинули ковчег и выпустили из него животных». Вот здесь как бы немножко непонятно, если прекратился дождь по окончанию 40 дней, откуда пребывала еще вода. Речь идет о том, что когда начался потоп, то он проявлял себя сверхъестественным образом. Не только халяби небесные разверзлись, но все источники вод, сказано в Писании, они стали наполнять землю водой. Есть грунтовые воды, подземные воды, и если кто-то из вас бывал на Камчатке, там огромные гейзеры, и они совершенно непредсказуемые, иногда выбрасывают потоки воды, причем в крайне горячем виде. Зачем Господь использует все методы, возможные и невозможные, с точки зрения человеческой логики, чтобы вода поступала в мир во время потопа? Этим самым Господь показывает, что это происходит по Его воле. Иногда, когда осуществляются какие-то природные катаклизмы, они осуществляются так, что люди начинают догадываться, что это не безволи Божией. Например, та эпидемия, с которой мы сейчас столкнулись, она почему-то почти не затрагивает детей. Хотя считается, что у детей очень слабый организм, и если какая-то эпидемия, дети должны страдать от этой эпидемии в первую очередь. Но тут происходит все наоборот. Дети очень легко переносят этот вирус, а люди в возрасте, особенно пожилые, оказываются в группе риска, и не все из них могут перенести этот недуг. И так и в случае с потопом, когда вода лилась не только с неба, но она поступала из источников земли, это было явное свидетельство для всех, что этот творец мира совершает. То есть это не какая-то природная, сугубо природная аномалия, случайность, как бы некоторые захотели бы сказать. Это все именно промыслительно. Таким образом, мы видим, что в Писании нет противоречий, просто надо внимательнее вчитываться в библейский текст, тогда эти внешние противоречия, они исчезают. Итак, вода с неба, потоп лился на землю 40 дней и 40 ночей. Это седьмая голова, 12 стих. А вода начинает убывать по окончании 150 дней. До этого она пребывала 120 дней и больше, но после этого срока, по окончании 150 дней, она именно убывает. Потому что Господь не может бесконечно наказывать свое творение, и Он полагает как бы предел и возможному наказанию для каждого из нас. Ибо Господь, даже наказывая нас, не перестает быть тем Богом, который любит нас, заботится о нас и благословляет нас. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok